Чем вы руководствуетесь, когда делаете свой выбор? Чего ждете от депутатского корпуса? Ну и возможно, по вашему мнению, с чего им нужно подначать работу? Для меня изначально это очень серьезный, практичный вопрос. Я никогда не скрывал, что мы будем поддерживать определенных людей, которые будут конструктивно работать в этом форнаменте. И знаете, меня можно вот за это слово покритиковать, но имейте в виду, что в любой стране, в любой стране кто-то заботится и поддерживает того или иного депутата или группу депутатов. Мы об этом говорим откровенно, не играя с какой-то бутербургом демократии. Кто-то это скрывает, но потом же все это вылазит. Поэтому я искренне говорю, что я как глава государства по конституции, ответственный за функционирование ветвей власти, заботюсь о том, чтобы все они были в порядке, чтобы стране было лучше после этих выборов. В этом направлении я работаю. Очень много проблем, очень много задач. Опять же, огромный вопрос, но я скажу главную задачу. Мы построили первое в Белоруссии суверенное независимое государство. Это так? Так. Никто не оспаривает. Я говорю мы. То есть и вы, и все мы. Кто-то строил, но немного было людей, которые тащили назад, да, да сейчас старше, вы их тоже знаете, мешая развитию этого государства. Так вот, забота всех ветвей власти, всех властей в Беларуси, и исполнительных, и законодательных, и тюберных, сохранить государство, сохранить суверенитет и независимость. И это надо, для парламента важно, это надо воплотить в закон. А закон это правило жизни общества. Вот это главное. Все остальное каждый будет по-своему решать. Где-то дороги, где-то перекрестки, где-то флагбаумы, светофоры, зарплаты и так далее. Каждый в стране занимает своим делом. Депутаты заниматься должны законотворчеством. Вот это главная задача нашего парламента, разделение властей. Это давно устоявшаяся практика в нашей стране. И в этом направлении надлится.